Я должна увидеть, что сделали с моим планшетом. В каком он состоянии? Покажите мне, что поменяли. Здесь техника принимается, не дается, ничего здесь не демонстрируется. В середине августа Татьяна сдала свой планшет в сервисный центр. Мастер по телефону озвучил, что цена ремонта составит примерно 4000 рублей, и это с учетом работы. Что, Гнис, вы мне скажите, какая примера? Смотрите, 3900, если все работает, то там просто дисплейный модуль добавляется и все. Позже Татьяне позвонил тот же мастер и сообщил, что техника отремонтирована. И здесь стало известно, что сумма оказалась уже в два раза выше изначальной. Я все сделал, стоимость ремонта 8100 рублей со скидкой. Я очень удивилась, почему так, потому что вы же мне говорили, говорю, другую сумму. Он говорит, а вы знаете, а там еще нужно дисплей поменять. Я говорю, а до этого вы что меняли? Он говорит, мы там что-то меняли, какое-то питание, что-то, что-то. Пока у Фимка тщетно пыталась получить свой планшет обратно, в сервисный центр приехал еще один клиент с аналогичной претензией. Мама сдала телевизор на ремонт, выставили одну цену, 5000 рублей. В итоге получилось, что еще какие-то доп. работы, и в итоге около 15 тысяч дополнительную плату просят. Вот я приехал разобраться, посмотрим, как сейчас ситуация. Дневные комментарии клиента оставляют и в отзывах. Люди советуют ни в коем случае не обращаться в эту мастерскую. Впрочем, сервисный центр на Гафури уже попадал в объективы наших камер. В прошлом году у Фимцу не выдавали его же телевизор, требуя оплаты. При этом, по мнению клиента, дефекты таки не устранили. Справа 4, 15. То есть такого не должно быть. Изображение должно быть однородным. На данный момент дефект не устранят. Как? Сами видите. Решить вопрос тогда удалось только после приезда полицейских. В этот раз дожидаться стражей порядка сотрудники сервисного центра не стали. И после долгих уговоров планшет все же передали хозяйке. Правда, не бесплатно, а за тысячу деревянных. Политику компании правозащитники считают неправомерной. Подобное поведение организации, конечно, недопустимо. Потребитель должен знать конечную стоимость, должен быть полностью осведомлен о стоимости товара или оказываемой ему услуги. И в случае, если стоимость увеличивается, то эта стоимость в обязательном порядке должна быть согласована с потребителем. Татьяна уже написала заявление в Роспотребнадзор и прокуратуру. Девушка считает, что компанию нужно привлечь к ответственности. И тем самым защитить других потенциальных клиентов от неожиданных трат.